На протяжении всей прошлой недели юные кунгуряки всех дошкольных образовательных учреждений состязались в ежегодном городском фестивале-конкурсе детского творчества «Мир детства». Что это такое? 7 номинаций, более полутысячи выступающих, самые отзывчивые болельщики, не скрывающие волнений и радости. И все это как на взрослом серьезном конкурсе. Мария Лоева продолжит. Масштабность мероприятий впечатляет. Идея проведения конкурсных номинаций в разных дошкольных учреждениях появилась благодаря немалому количеству участвующих. К примеру, в стенах 16 детского сада ребятишки состязались в номинации «Выразительное чтение». И здесь свое творчество на суд-жюре представили три десятка участников. Здесь же оценивали поделки в номинации «Прикладное творчество». И она объединила более сотни участников из 12 дошкольных образовательных учреждений. Как и в прошлые годы, в момент проведения мероприятия, традиционно самой многочисленной номинацией стала хореография. В ней приняло участие свыше 300 детей. Ах, мамочка, на саночках каталась я не с тем. Ах, зачем я в полюшке постричал? Ах, мамочка, зачем? Еще одной из номинаций городского фестиваля конкурса «Мир детства» стала «Музыкальная радуга». Детишкам предстояло состязание в вокальном направлении. Участниками этой категории стали воспитанники из разных детских садов города, заявив на конкурс 17 творческих номеров. Ответственные за номинацию отмечают, с каждым годом уровень подготовки детей только растет. Дети приходят с отличной подготовкой, в красивых костюмах, яркие, счастливые, с весенним настроением. Готовы петь, радовать других. Интерес к детскому вокалу усиливается не только у самих детей и их руководителей, но и у родителей. Ведь с каждым годом поболеть за свое чадо приходит все больше и больше неравнодушных мамочек и папочек. Дети с большим удовольствием представили на суд жюри и родители свое самое лучшее вокальное исполнение. Возле сердца встать у греха хочу, я на мамочку по коже быть хочу. Это мамина помада, мне накрасить не надо, 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 да. Не обошлось и без номинации театральное и цирковое искусство, и модный показ. Основной целью фестиваля стало создание условий для самовыражения детей через творчество. Таким образом, ребенок проще адаптируется к окружающей среде. Да и процесс самовыражения протекает намного легче, отмечают специалисты. Кроме того, творческие коллективы обмениваются опытом между собой и педагогами дошкольных организаций. В каждой номинации жюри вынесла свой вердикт и наградила всех участников фестиваля сертификатами. Ну а самых ярких звездочек детского таланта – дипломами первой, второй и третьей степени. Мария Алыева, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин. Специально для Города новостей.